На полях саммита ожидается встреча лидеров Азербайджана и Армении, Ильха Малиева и Никола Пашиняна. Визит главы государства в Молдову отслеживает наша съемочная группа. К нам сейчас подключается из Кишинева Эльмира Мусазаде. Эльмира, здравствуй, добрый вечер. Достаточно светло еще у вас в Кишиневе. Есть ли какая-нибудь информация касательно завтрашней встречи лидеров Азербайджана и Армении? Это уже, мы знаем, третий раунд за этот месяц. Да, действительно, здесь нужно учитывать разницу во времени с Баку. В Молдове на час раньше, у нас сейчас 8 часов вечера. И говоря про действительно очередной такой уровень, раунд, скажем, переговоров, это очень важная площадка, очень важная платформа, на которой могут лидеры двух южнокавказских стран поговорить. Я вот хотела бы напомнить, что первая встреча такая проходила в Праге. Но вот прежде чем мы перейдем непосредственно к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, нужно сказать, что уже прошла встреча президента Азербайджана с президентом Молдовы, с Майей Сандо. Она встречала своего азербайджанского коллегу в президентском дворце Молдовы в Кишиневе. И по достаточно теплым таким кадрам, которые мы видели, и в том числе наша съемочная группа также там присутствовала, можно было увидеть довольно теплое дружеское отношение президента в двух странах. Помимо этого ожидается также встреча с премьер-министром этой страны. И здесь вот нужно сказать, что Азербайджан и Молдова — это страны, которые имеют достаточно много общего, как минимум. Это общая история во время СССР. И вот сейчас на постсоветском пространстве две страны довольно тесно сотрудничают и координируются, в том числе и в рамках такой организации, как ГУАМ. В целом, говоря про диалог Азербайджана и Молдовы, здесь нужно понимать, что в Молдове достаточно хорошо знакомы с тем, что беспокоит и волнует Азербайджан, в частности, знакомы с регионом. И вот об этом в том числе свидетельствует то, что президент Молдовы Майя Санду отметила и поздравила азербайджанский народ со столетием Гейдара Олива, который отмечается в 2023 году. И вот нужно сказать, что она также принимала участие на различных мероприятиях, которые были проведены здесь, в Молдове, в Кишиневе, которые были посвящены именно общенациональному лидеру азербайджанского народа. Помимо этого, нужно сказать, что довольно часто обсуждаются перспективы такого взаимодействия и координации, в том числе и в экономической сфере между двумя странами проводятся несколько, довольно часто проводятся встречи между бизнесменами, предпринимателями, инвестиционные какие-то вопросы, в том числе обсуждаются, бывают на повестке дня. И, конечно, это тоже станет важным предметом для переговоров, потому что перспективы есть. Мы знаем, что Азербайджан сейчас принимает достаточно серьезные усилия по тому, чтобы поменять энергетическую карту мира. И, в частности, огромный вклад вносится Азербайджанам в дело обеспечения энергобезопасности Европы. То, как раз, о чем вы говорили чуть ранее. Но вот касательно Молдовы, здесь, конечно, в первую очередь со стороны Молдовы на передний план выходит именно сельскохозяйственный сектор. Молдова этим действительно знаменита. Местная земля очень плодородная и гостеприимна, к слову говоря. Также, судя по всему, обсуждаются и на повестке дня, в том числе, и находится политический вопрос. Как я и сказала, две страны взаимодействуют в рамках различных конференций, различных форматах. Но, помимо этого, двусторонняя повестка также довольно активна. И это можно понять, ведь две страны сталкиваются с достаточно серьезными притязаниями на территориальную целостность. И здесь нужно сказать, что они всегда поддерживали территориальную целостность друг друга. В том числе, это отмечается на всех таких двусторонних контактах, которые бывают, хоть и не так часто, но бывают действительно плодотворными. Что же касается в целом саммиты, которые проводятся, уже сегодня уже стартовали какие-то первые предварительные, в том числе и пресс-конференции, сессии для журналистов. Здесь нужно сказать, что на повестке дня вопросы, которые волнуют сегодня все человечество, это энергетический кризис, безусловно, это отношения среди, в том числе, европейских стран в целом. Говоря про этот саммит, нужно понимать, что он был предложен в мае 2022 года. И предложен, в частности, ввиду того, что Европа сталкивается с огромным политическим кризисом и большой разобщенностью, которую мы видим на фоне войны в Украине. И, конечно, вот такой диалог, где принимают участие практически 50, вот на первом саммите приняло участие 44 главы государств, а сейчас уже 48 официально подтвердили свое участие. И под вопросом пока находится участие президента Украины Владимира Зеленского. То есть неизвестно, будет он принимать участие или нет, но обычно, ввиду непростого военного положения, которое имеется в Украине, его все-таки график не разглашается. Но, да, действительно, практически 50 лидеров различных европейских государств будут находиться в Молдове. Некоторые уже прибыли, некоторые прибудут завтра утром. И будут обсуждаться разные вопросы, связанные, как я отметила, с энергетической безопасностью, с политическим кризисом. Уже известно, что в том числе будет обсуждаться вопрос Косово. Ну и вот такой вот интересный факт, впервые Молдова начала выдавать визы жителям Косово, хотя официально Кишинев не признает это территориальное образование. И вот это сделано было специально для этого саммита. Соответственно, можно делать уже какие-то выводы, что обсуждаться именно в рамках вот этой встречи лидеров будет в том числе и этот вопрос. Ну и, конечно, вопрос Южного Кавказа также будет на повестке. Вот мы говорили про то, что в ходе первого такого саммита в Праге также обсуждались вопросы нормализации отношений между двумя южнокавказскими странами. И, конечно, здесь вот нужно вспомнить формат переговоров, который был проведен. Это была четырехсторонняя встреча, помимо Шарля Мишеля, президента Европейского Союза, который традиционно принимает участие в таких обсуждениях и пытается стать таким медиатором в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. А также принимал участие во встрече и президент Франции Эммануэль Макрон. И вот тогда, судя по первым заявлениям, которые делали официальные лица, судя по первой реакции и в том числе заявлениям президента Азербайджана, который тогда рассказал нашему каналу, в том числе азербайджанским журналистам в целом, что мирный договор может быть подписан до конца, ну тогда еще 2022 года. Судя по всему, тогда встреча прошла очень продуктивно и действительно была полезной. Ведь с тем, что нужно двум странам признать территориальную целостность друг друга, согласился в том числе и президент Франции Эммануэль Макрон. Это затем уже он выступал с антиазербайджанскими явными заявлениями и практически свел на нет свою такую посредническую роль и миссию. Хотя вначале казалось, что вот все-таки есть предпосылки для того, чтобы Эммануэль Макрон стал таким вот европейским дипломатом, который бы смог примирить и как-то подвести черту под 30-летним конфликтом между, как минимум, Азербайджаном и Арменией. Но вот, к сожалению, этого не удалось. Сейчас же известно, что будет второй раунд таких переговоров, но здесь нужно отметить, что принимать участие во встрече будет в том числе и Олаф Шольц, это канцлер Германии и вот Германия, которая занимает традиционно справедливую позицию, в том числе и в том, что касается нормализации отношений между двумя странами и в том, что касается нарушения норм и принципов международного права, как ожидается, может внести конструктивную лепту в этот формат переговоров. Здесь нужно понимать, что действительно большие ожидания на этот саммит, в целом, потому что сейчас нет такого формата, который бы усадил за стол лидеров различных государств, которые имеют какие-то определенные проблемы и конфликты. Если раньше эту роль как-то могла или пыталась все-таки взять на себя ОБСЕ, то вот мы видим, что организация практически полностью дискредитировала себя и, к сожалению, никаких результатов ее деятельность не принесла, хотя уже она насчитывает более 30 лет, но все равно каких-то ощутимых весомых результатов нет. И здесь вот как раз саммит Европейского политического сообщества может стать той платформой, той площадкой, которая как раз-таки поднимает актуальные вопросы и которая не просто декларирует что-то на словах, а действительно вовлекается в процесс, углубляется и может разобраться в том, что беспокоит ту или иную страну. И такая положительная динамика. Встречи проходят практически раз в полгода, и там лидеры могут напрямую, буквально на ногах поговорить, обсудить важные вопросы и рассказать о том, что их беспокоит. И поэтому здесь вот можно говорить о том, что, к слову, следующая встреча, как ожидается, должна пройти в Гранаде и в Испанской Гранаде. И то, что лидеры Азербайджана и Армении уже приглашены на, в том числе и эту встречу тоже, заявил председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель на прошлой встрече в Брюсселе, где лидеры Азербайджана и Армении смогли при его медиаторстве, конечно, совершить различного рода переговоры. Ну вот увенчаются ли они успехом, пока трудно сказать, но здесь вот я бы хотела вспомнить, опять же, обратиться к первому такому саммиту в Праге. Там, помимо таких вот непосредственно переговоров, непосредственно официальных встреч, были в том числе и неформальные какие-то переговоры, неформальные контакты. Можно вспомнить огромное количество фотографий, которые мы получали, где, к примеру, за одним столом сидят как лидеры Азербайджана и Армении, так и Шарль Мишель, так и Эммануэль Макрон. А помимо этого, там же, на полях этого форума, на этого саммита, Никол Пушинян встретился с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом. Но он, правда, уже заявил о том, что принимать участие в текущем саммите не будет. Вот я бы хотела напомнить, что не так давно завершились президентские выборы в Турции, и на них Реджеп Тайп Эрдоган одержал убедительную, беспрецедентную победу с большим отрывом. И сейчас, конечно, определенные моменты будут связаны именно с формированием нового кабинета, и уже огромное количество сообщений приходит по этому поводу. Так что вот президента Турции все-таки здесь наблюдаться не будет. Но, опять же, вот говоря про Турцию, которая играет важную роль, медиаторскую, в этом процессе будем надеяться, что такие контакты, к примеру, в частности, с Арменией будут также продолжены. Ведь Турция действительно оказывает отдельное влияние на Ереван с тем, чтобы все-таки Ереван пошел на подписание мирного договора и положил конец затяжному этому конфликту. В таком случае, конечно, у Турции отношения с Ереваном также будут налажены. В этом заявляли официальные лица, и это, безусловно, принесет пользу всему региону, о чем говорится на всех практически таких крупных заявлениях, на всех подходах к прессе. И вот говоря про контакты непосредственно Азербайджана и Армении, можно вспомнить, что не так давно президенты, лидеры, прошу прощения, двух стран, встречались в Москве при посредничестве Владимира Путина, и там вот на саммите ЕАЭС была такая словесная, скажем, перепалка между президентом Ильхам Малиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, на которых все смогли увидеть то, как необоснованно армянская сторона выдвигает обвинения к Азербайджану, и то, как четко Азербайджан отвечает на все такие выпады, на все такие заявления, и делает это по фактам и достаточно открыто, и так, что доносит до всех свою позицию. Будем наблюдать за тем, как пройдет завтрашний день. Известно, что встречи будут действительно очень насыщены у всех лидеров, которые здесь участвуют, и, судя по всему, завтра нас всех ждет очень интересный, насыщенный день. Ну что ж, будем надеяться, что в рамках завтрашней встречи все-таки странам удастся регулировать имеющиеся разногласия. Спасибо большое, Эльмира. Я напомню, Эльмира Мосса-Заде из Молдовы выходила с нами на прямую связь.